Я предлагаю следующим образом сделать формат, чтобы это не конференция, тем более мы находимся в переговорке, чтобы это был максимально какой-то общительный формат. Можете перебивать, задавать вопросы, потому что потом, когда вы погладите за полтора часа информацией, какой-либо даже за час двадцать, на вопросы сил обычно не остается. Поэтому если вдруг какие-то вопросы будут сразу в голове, то задавайте мне, сняйте. Меня зовут Ваня Лин, я основатель агентства email-маркетинга email-soldiers, свое большое прошлое и настоящее, сделал много разных проектов в сфере коммуникаций, но очень мало работал с некоммерческими организациями и когда ко мне пришли ребята и просили меня выступить первый раз, я подумал, что нужно найти что-то такое важное, полезное, что можно было применить именно в некоммерческих организациях, но потом оказалось, что стандартные модели и механики, которые есть в обычном бизнесе и в обычных проектах, просто это связано с рассылками, оно в принципе примитируется на МКО. И я вам сейчас это расскажу. Моя лекция будет сегодня весь день очень странно у меня пошел, и поэтому и презентация будет немного по-другому устроена. Я быстро пройду по той презентации, которую вы видите, но она достаточно тяжелая, загоняет обычно меня в рамки, и я не могу рассказать какие-то конкретные вещи про рассылки. И поэтому мне прислали список вопросов, он у меня здесь загружен, на которые хотели бы люди получить ответы, и я буду прямо на доске реалтайма отвечать, как это все делается и как это все работает. Поехали. У меня презентация немного не про МКО, она вообще в целом про email-маркетинг и про построение профессионального маркетинга, вообще на любом проекте, на котором вы будете работать или работаете. Я расскажу про email-маркетинг и его ограничения, почему я считаю, что не только email-маркетинг единым, почему CRM-маркетинг устарел. И расскажу про какое-то новое такое, новый термин, people-best-маркетинг, персонализированный маркетинг. Скептики, которые... Я часто встречаюсь с людьми, и есть скептики, которые говорят, что email не работает, email умирает. На это я отвечаю цифрами обычно. Есть консалтинговая исследовательская компания Radicati Group, похожая, наверное, на Deloitte. Они каждый год выкладывают статистику по использованию email вообще во всем мире. И там очень сильно канал развит, очень с сильным высоким проникновением среди всех людей, 200... В общем, миллиарды писем в сутки отправляются, миллиарды пользователей используют почту. И все же знают, да, историю про мессенджеры, что вот сейчас мессенджеры растут, нужно использовать мессенджеры. Они растут только потому, что этот канал новый, и он еще как бы во весь мир не проник. И вот эти цифры в миллиардах, сколько людей используют мессенджеры. И когда меня начинают спрашивать, а что использовать в мессенджер или email в коммуникациях с пользователями, с людьми, я отвечаю неоднозначно, потому что email является идентификатором. Мы можем email загрузить в любую рекламную платформу и искать человека в какой-то рекламной сети, где-то вовне, вовне рассылки, вовне почтового клиента. С мессенджерами так не получается. С мессенджерами так не получается, потому что мессенджер это некая платформа, это всего лишь приложение. Сегодня Telegram самый крутой, завтра придумают новый, мы все будем вынуждены перерегистрироваться. А обычно мы мессенджер заводим, то есть регистрируем с помощью либо телефона, либо email. Вот эти две вещи являются идентификатором клиента и являются как раз такими важными для сбора данных. Я сейчас расскажу про исследование, которое мы сделали, оно вообще тоже никак не относится к генерическим организациям, оно относится к тому, что все, что обычно рассказывают, на практике просто никто ничего не делает. И основная пропасть от того, что работает email и работает хорошо, и как он работает, между всего лишь тем, что кто-то просто думает о том, что запустить, а кто-то просто делает очень много. И мы приходили к потенциальным клиентам, к разным компаниям, они начинали говорить, что у них все классно, все в них работает, все круто, хорошо, и нам нужно было понять, а действительно ли это так, и мы провели исследование, взяли 100 интернет-магазинов, зарегистрировались, там бросили корзины, ходили по сайту и просто начали ждать, что же произойдет. Думали, что что-то интересное будет происходить, и собрали файлик, все как нужно по канонам. И только 40 магазинов, да, казалось, там, e-commerce, сектор, который в маркетинге гораздо сильно обгоняет все остальные, только 41% магазинов начинают взаимодействовать какими-то триггерными рассылками с людьми. 73% присылают нерелевантные промо-рассылки, то есть ты поковырялся там в интернет-магазине, посмотрел какие-то, не знаю, ламинат дорогой, а тебе присылают какие-то разные штуки неинтересные. И, в общем, 97% магазинов присылают массовые рассылки без персонализации, сегментации в 2018 году. Это сразу к вопросу о том, а как персонализировать людей и что сделать с базой. Никто особо не парится. Когда-то давно, когда мы только начинали как агентство, мы сделали схему рассылок, которую под эгидой такой, что эту схему можно взять и применить просто-напросто на любом проекте, то есть адаптировав немного, подумав, безусловно, конечно. И я не думаю, что вам все это интеграфируют, мне кажется, что я просто раздаточный материал вам потом пришлю, потому что она здесь получитаемая. И, в общем, эту схему можно внедрить абсолютно на любом проекте. Мы выложили это в открытый доступ, мы дали на это большую волну пиара, рекламы и всего остального, и вот когда мы сейчас приходим на какие-то проекты, куда бы мы не приходили, этого нет. Ну, даже малой доли, малой части вот этой схемы рассылочной не внедрено. Ну, мы описали каждый блок, по сути, который можно, каждый блок коммуникаций, и все это выстроили в конкретную систему. То есть мы знаем, что у нас какой бы ни был проект, да, мы можем, например, использовать серию, как зацеловком серию приветственную, то есть знакомить как-то с человеком к проекту. Мы знаем, что мы хит-новости можем отправлять, собирать поведение на сайте и взаимодействовать с ним по этим параметрам. Дни рождения, перегрестные продажи, там, банковое, это могут быть, где мы взаимодействуем с донором, а потом знакомим донора, не знаю, с другими социальными проектами, как кросс-маркетинг, брендинговая история, реактивация пользователей. Мы описали то, как обновлять, возвращать неактивных пользователей, или как работать с этой базой. Транзакционная вся часть, это когда мы говорим про чеки, и возможно, что это тоже в НКО важно, потому что есть какая-то история с рекуррентными платежами, с транзакциями, это тоже для некоторых людей важно. Тоже на этот вопрос отвечу, он как раз фигурировал в том списке больших вопросов. И вся история после покупки, сезонные, тематические, разные вещи. Мы это все нарисовали, расписали, и в итоге оказалось, что не особо кто-то с этим живет. Но почему одного e-mail мало? Все же помнят ту самую маркетинговую воронку, которая пришла к нам с американского рынка лет уже чёрт знает сколько назад. Стандартная, кто-то, может быть, слышал привлечение, вовлечение, удержание, активация. Вот это у нас все. Она была придумана, наверное, когда меня еще не было. А сейчас рынок и маркетинга, и в целом девайс, и гаджет все так стремительно растет. Тогда были какие-то странные статичные сайты. То есть было все, безусловно, оно работает, но в текущем мире не работают. Там просто отсутствует в той маркетинговой воронке отсутствуют два процесса. Это вовлечение, то есть это работать динамическими сайтами, чатами, обогащением данными, взаимодействие с клиентом, не только после того, как мы e-mail собрали, а уже на этапе того, когда он только к нам пришел, и пришел повторно, и мы с ним должны работать. И определение интента, это когда мы должны понимать, и в будущем это будет очень важно, понимать намерения, интересы клиента, пользователя, донора, который к нам пришел. Это отсутствует. Примерно это выглядит следующим образом. E-mail всего лишь может взаимодействовать только с тремя фазами, ну чуть-чуть, с четырьмя фазами той стандартной маркетинговой воронки. Я сразу скажу про лояльность. История такова, что это очень часто, ну возможно это консультанты раньше использовали, когда продавали e-mail маркетинг кому-либо, говорили про то, что e-mail влияет на лояльность. Мне хочется закрыть глаза и не открывать. Потому что e-mail сам по себе, как канал, канал взаимодействия на лояльность влиять вообще абсолютно никак не может. На лояльность может влиять только тот контент и та подача, которую мы в этом e-mail отдаем. И e-mail скорее всего может только сопровождать программу лояльности или сопровождать какую-то деятельность, связанную с качественным клиентским сервисом и всеми делами. Это триггерные рассылки, это промокоды, это баллы, это спасибо за пожертвование. Вот в каком-то таком формате это может работать. Активация, да, то есть мы привлекли человека, собрали e-mail и можем с ним взаимодействовать, нам нужно его активировать, чтобы он стал донором. А удержание, потому что мы все знаем, что дальше если... Ну, говорим, есть про регрентные платежи, например, в айнтрайзинге, то они ежемесячно списывают с карточки, а не всегда карточка у человека полная. И только мы сможем забилить карточку, мы теряем донора. Но монетизация, это не про e-mail тоже. То есть это частично e-mail может помогать монетизировать продукт, в вашем случае это сбор денег, сбор пожертвований. Он может помогать только делать, потому что если у нас, по сути, не продукт, а... Ну, то есть если мы сами всем что-нибудь доставляем, например, супер не экологичная какая-нибудь некоммерческая организация, то e-mail всего лишь просто какой-то инструмент будет. Нам важно, чтобы... Ну, то есть все же этим не просто так занимаются, то есть для того, чтобы помочь людям, и важно, чтобы вы действительно это делали. И тогда это все будет работать. Я расскажу историю одной компании, которая не относится даже к российскому рынку. Это компания Drift. Они делают онлайн-чаты. Это Америка, там немного другая уже жизнь в плане технологий. Они B2B. Что они делают? В Штатах разрешено покупать данные о людях, которые пришли к тебе на сайт во внешних платформах, используя только один IP-адрес. И по этому IP-адресу можно получить вплоть до профиля человека, его адреса, где он работает, какие у него намерения, что компания в текущий момент ищет и все остальное. То есть компания Drift. Когда к ним приходит человек на сайт по IP-адресу, узнает о человеке сначала домен, а по домену потом подтягивает примерно карточку того, где он работает. У нас просто в России кривая маршрутизация интернета, поэтому в Рязани ты можешь находиться как в Перми, в Москве можешь находиться как в Мирном Новгороде, а у них достаточно все хорошо разбросано, и сервис Детанайс помогает, например, уже по профилю, помогает полностью найти профиль человека, где он живет, кем он работает. И они сразу начинают отправлять рассылки, в штат разрешено отправлять рассылки формата холодные, и в принципе у нас разрешено, если же мы знаем визит по человеку, на ней написано адрес, можем отправить и познакомиться, и там примерно то же самое. И они сразу отправляют и письма, и сайт изменяют в том виде, что если на сайт пришел инженер, человек из инженерной компании, например, там, Jira, они начинают сразу подмешивать логотипы на сайт, нужные, которые из технологического стека, и отправляют рассылки, тоже связанные с именно этим. Но это не все. Всех же, да, задолбали чаты, которые, вот эти консультанты, которые вылезают на сайтах и говорят, типа, чувак, чем тебе помочь? Да, в общем, да. Они тоже, видимо, это мучило, эта история, и на них на выступлении директор по развитию команды, ну не команды, а маркетинга этой компании, сказал такую интересную фразу, что стоит потратить нам 12 долларов на клиента, который принесет нам там 10 тысяч за год. Кажется, что мы можем себе позволить, только давайте научимся понимать, что мы действительно можем нам это принести. И вот они покупали данные, и в случае, если они покупали данные и понимали, что да, им удалось узнать, что это за человек, кто пришел на сайт, имейл, узнали, узнали компанию, узнали адрес, они в чате перестали предлагать им какую-то помощь, они просто начали предлагать чай или кофе. Заходишь на сайт, и ты предлагаешь, хочешь чай или кофе, и ты отвечаешь, да, хочу чай, и тебя спрашивают сахар без, и сервис в Штатах позволяет с помощью опять запроса отправить тебе в офис чай или кофе, точнее адрес, и человеку проезжает кофе в офис. 12 долларов в Штатах стоит кофе в Старбаксе. А я вот этот кейс смотрел и думал, что ну должно, должно что-то быть в России, что должно помочь. не может быть все так плохо. И кажется, должен помочь сером маркетинг. Кто знает, что это такое? Это прописанный бизнес-процессор, который помогает от точки А, 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 от какой-то определенной схеме. Спасибо. Но немного не так. СРМ-маркетинг... В общем, я тоже не знал, на самом деле, и попытался узнать. И единственное, что есть в интернете, эта цитата не моя, это маркетинговые коммуникации, построенные на использовании знаний, уникальных знаний о существующих потенциальных потребителях, и в общем-то все. Да, никто, никто не знает. Я начал раскапывать, откуда это произошло, то есть почему, почему агентство, почему маркетинговые агентства продают не просто там, давайте ссылки отправлять какой-то персонализированный маркетинг, а называют это CRM-маркетинг. Что это такое? Это же должно быть что-то умное, интересное. И раскопал. В общем, есть такая компания SAP, это большой enterprise, большая enterprise CRM-система, с свое время, да, наверное, и сейчас, с большим влиянием консультантов по всему миру. То есть много очень вневрентов, много очень консультантов. И они одному из клиентов сделали модуль, который назвали CRM-маркетинг, который позволяет отправить смски и e-mail, имея данные CRM. Назвали его CRM-маркетинг и пошли продавать. Так появился CRM-маркетинг. А мы наследуем все, что нам дает, как это сказать, запад. Так вот, ну то есть это не просто рассылки, а туда получается, что добавили возможность собирать какие-то данные в каком-то некотором хранилище, я называю их CRM, и еще использовать данные о клиенте, его покупке, его предыдущей транзакции, и использовать больше, чем один канал. То есть не только e-mail, а мы можем еще и смски отправлять. И обычно в банках начали делать всякие разные рассылки такого рода, их начали делать там как это, с волновым эффектом, то есть отправлять там частями на базу, смотреть, как она реагирует. И это пришло к какой-то работе с данными. Не просто сделали рассылку, отправили, а они начали как-то изучать. Так вот. У CRM-маркетинга, на мой взгляд, все равно есть ограничения, то есть он нам не поможет сделать то, что мы видели до этого. Потому что он никак не идентифицирует людей, которые находятся у нас на сайте, в приложении, в оффлайне, где угодно. То есть это те данные, которые мы собрали, мы с ним как-то работаем. Это называется автономная работа с данными. Она кое-как работает, мы запускаем рассылку, мы там какой-то сегмент взяли, АБ-тест придумали, что одним отправим вот это, третьим вот это, и вроде что-то сработало, все счастливо, все хорошо. Работает это вопреки. Не потому что это должно работать, потому что технология у CRM-маркетинга незрелая, потому что B2C рынок, который делает гаджеты, делает все, что сейчас происходит на рынке, он гораздо быстрее развивается, а интерпрайсы, B2B-шные системы делают релизы раз в полгода-год, и то хорошо, и все вот эти крупные компании не успевают за вендорами продуктовыми. Это произошло, когда появился бум Apple сначала, у нас 3 есть девайсы, которые определяют ли по лицу, но скоро мы будем покупать, не доставая телефон из кармана, а как бы в некоторых платформах мы просто не можем смотреть, что человек, который пришел на рассылки, начал делать у нас на сайте. Ну, мы уже вроде в 21 веке. Так вот, и продуктом CRM-маркетинга, ну, вот с учетом того, что я собрал, это максимально персонализированное сообщение, построенное с учетом знаний о предыдущих покупках, предпочтениях или активности. Внимание! Учетом знаний именно предыдущих покупок на не текущем намерении. Мы покупаем что-то в интернет-магазине, год потом там не покупаем, и с нами как-то пытаются работать. Пытаются с нами работать. Мы где-то что-то проинвестировали, где-то помогли, с нами пытаются работать, потому что мы не сделали это раньше. Facebook недавно... Все отходит на сторону, опять проникло, к сожалению. Facebook недавно запустил такой формат рекламы и сделал это для букинговых сервисов для билетных операторов. Реклама по намерениям, в случае, если человек потенциально хочет купить билет, но не было еще ни на одном сайте билетного оператора. То есть он хочет в отпуск, Facebook только примерно понимает по каким-то там косвенным признакам, что он где-то пишет, комментит, лайк и все остальное, на сайтах он не был, он ничего не выбирал, и ему можно показывать эту рекламу билетного сервиса. Выглядит она примерно следующим образом. Ну, то есть это некая плитка такая с листалкой, и после этого, когда ты переходишь уже, ты попадаешь в стандартную маркетинговую воронку Facebook рекламы. Сверху синим это вот то, что я рассказал, вот этот вот космос, а это обычно интернет-реклама с ретаргетингом, с привлечением. То есть большие рекламные компании, точнее, которые предоставляют рекламный инвентарь, они скоро начнут это делать, и это нужно как-то пытаться думать о том, хотя бы как это можно использовать в будущем у себя на проектах, на любых. И именно в Facebook один из тех, кто, скажем, локомотивно идет в сфере рекламы, он тоже вводит этот термин совсем недавно, и везде в Facebook, там, Wiki начинает писать People Based Market. Сложно переводимый термин на русский язык, ну, кажется, что вроде что-то понятно, типа что-то основанное рядом с пользователем, что-то где-то здесь. В общем, это другой маркетинг, это тот маркетинг, который будет помогать уже брендам взаимодействовать с клиентом теми каналами, которые максимально удобнее клиенту. Это не омниканальность, потому что омниканальность это всего лишь то, что мы знаем, что у человека есть e-mail-телефон, он ходит в оффлайн, и мы можем ему там отправить массовые туда и туда рассылки, а здесь именно stories и другое. Стоит из трех вещей, да, то есть если мы говорим про рассылки, мы еще сейчас про них поговорим, то это в сторону автоматизации, то есть это автоматизация. Дальше это идентификация и данные. Три вещи. Примерно идентификация данной можно схлопнуть в одно, я еще сейчас расскажу, как это работает. В отличие от CRM маркетинга, это очень самый важный процесс, потому что если мы собираем какой-то профиль клиента, мы должны постоянно думать о том, как его актуализировать под наши задачи. Одна из простых задач, я дам сейчас инструментарий, можно собирать данные пользователя где-то вовне рассылки, то есть на сайте. На сайте мы будем видеть все, что делает человек, и это склеивать в профиль, и как раз отпадает возможно вопрос сегментации, а как сегментировать? Мы будем знать, куда ходил человек на сайте, куда не ходил. Дело достаточно просто, 4 шага. Мы собираем институционные ключи от e-mail и телефона, просто не всегда нам где-то удобно собирать e-mail, бывает, что нам нужен только телефон, мы их собираем. Потом мы умеем схлопывать их, учимся. Что это значит? К нам приходит на сайт Вася, Вася оставляет e-mail, мы начинаем с Васей взаимодействовать с помощью рассылок, Вася возвращается с помощью рассылок, где-то в какой-то форме оставляет у нас еще и телефон, и мы должны его собрать. Потом мы туда добавляем данные в этот же профиль уже, данные о самом клиенте, доноре, то, как он с нами взаимодействовал конкретно с компанией, что-то покупал, делал какие-то транзакции, может быть, что-то спрашивал, интересовался где-то чем-то на сайте, оставлял отзывы, все, что знаем. Вначале в рамках вреда можно использовать все, а потом применяем в разных каналах, в фейсбуках, не в фейсбуках. А как, кстати, у НКО с рекламой в фейсбуке? Тяжело, да? Хорошо, наоборот? Да. Ну, то есть там нет примечений. Ну, и какие-то есть все равно законодательные примечения. Есть финансовые примечания. Ну, это понятно. Если звук не дает бесплатный, бесплатный рекламу. Да. А жертвователи не оплачивают на бесплатный. Да, но если, как бы, считать все по маркетингу и представлять, что можно, в принципе, наверное, не допускать. Вот. Идеальный профиль-клиент миф, его не существует. То есть, когда вы слышите, что кто-то собрал идеальный профиль клиента. Нет. Вообще все люди разные. То есть, даже есть такой подход, что вся вот эта RFM-сегментация, кто-то слышал, вся вообще сегментация, которую можно применять вообще в коммуникациях в интернете, это просто не работает. Потому что мы попытаемся по параметрам маркетинговым, ну так, сколько он у нас покупал, как часто покупал человек, вот это вот все собираем и пытаемся придумать какой-то профиль и сегмент. А оказывается, что матрасы, которые мы продаем, покупает женщина, ей 30 лет, она одна. Вторая женщина 30 лет, которая купила этот матрас, она будет абсолютно другой. А в сегменте маркетинговом они окажут у нас в одном. А мы же все разные люди. Ну, то есть, да, для каких-то маркетинговых целей и задач возможно, вот эта математическая простая сегментация, выбрать тех, выбрать этих и этих, посмотреть, кто покупал, кто не покупал, работает. Но иногда стоит думать о том, что есть что-то дальше маркетинга, а дальше маркетинга обычные люди. Автоматизация маркетинга. Вот к самой важной части пришли. Ничего сложного. Просто это системное внедрение всех каналов коммуникаций, которые можем внедрить, которые можем использовать. Если можем только использовать email, внедряем email. Если можем коммуникации какие-то, как-то с пользователями взаимодействовать на сайте всякими баннерами, показывать что-то, в зависимости от поведения, делаем с мессенджерами, также с кушами. И взял остальные. Первые два, как бы, можно использовать. Вот так, например, у меня выглядит. Map – это не карта, это маркетинг automation платформа, платформа автоматизация маркетинга. И не пугайтесь этим названием, оно может быть абсолютно любое. От простого рассылечения Unisender до каких-то сложных интерпрайзовых решений. Mainbox и всех остальных. Собираем модификаторы, кладём в хранилище, передаём из хранилища вот в эту штуку, а потом дальше по разным каналам взаимодействуем. Всё достаточно сложно. Инструменты. Для сбора базы, в принципе, я не стал выделять никакой американчины сейчас, я не против, конечно. Но это просто российский сервис, один наш литплан, и поп-механик тоже ребят российский, у которых позволяют всякие баннеры, купапы, формочки, разные делают на сайтах. И автоматизация, сбор профилей. Просто в России пока мало сервисов, которые этим умеют заниматься. Да, Enterprise умеет, это вот Exponius, Enrise, это вообще крупняк польский, они дорогущие, но они это, конечно, делают. Надо было просто сказать, что вот есть такие ребята. Майнбокс позволяет это делать. И CardQuest это самое простое решение, самое дешёвое, самое... Ну, то есть, ничем, наверное... Ничем-то уступающее Майнбоксу, потому что Майнбокс это про ритейлеров, это про такие сети, как X5, 5-очка, это про продажи, про лояльность. А если говорить там про рассылки, про чаты, куши, то можно взять CardQuest и забыть вообще надолго обо всём. Иван, Макаш, это не расшифровывать. Что? Расшифровывать, мне кажется, эти инструменты совсем не в секторе КО, поэтому лучше как-то... Да, ну то есть, если вы используете какие-то рассылки, вы каким-то рассылочным сервисом пользуетесь. Спасибо. Вот. То есть, это примерно то же самое, что рассылочный сервис, только в себя включает ещё дополнительные возможности по тому, например, что мы ставим код на сайт и помимо того, что мы умеем открыть рассылки, все пользователи, которые приходят к нам на сайт, они тоже в базу попадают, там сначала как обезличенные, с каким-то профилем, где ходил, что смотрел, а как только в e-mail человек оставляет, он собирается схлопываться в профиль. Вот то, что я до этого показывал в четыре раза, и просто сервис делает уже. То есть, останется вот только установить. Не нужно ничего выдумывать, и знаний никаких не нужно делать. Остальные просто сервисы чуть гораздо сложные. Ну, коротко у вас... Можете вот просто на сайт зайти, там всё будет видно. Это... Мы сейчас поговорим про сервисы. Вот это вот всё большое, сложное для внедрения, внедряется на самом деле всё достаточно просто. Базовый уровень по аналитике, сбор базы. То есть, мы должны знать, когда он приходит на сайт, сколько этих людей, какие цели они достигают. То есть, стандартные аналитики, без которых маркетинг не летит. Поэтому это включено. Дальше собираем базу, потом внедряем e-mail, push, sms, и потом, если нам позволяют возможности, уже все остальные вещи, вайберы, каналы, другие привлечения, таргетинг по намерению, которые мне интересны. По всему страну. Да, наверное, всё. И я бы хотел ко второй части перейти. Вот. Вот.